Депутаты от Блока коммунистов и социалистов напомнили, что во время предвыборной кампании представители ПДС ни разу не подтвердили, что собираются повысить пенсионный возраст. А сейчас продвигают проект, инициированный Владимиром Плохотнюком и продиктованный заокеанскими кураторами. Депутат Владимир Односталка отметил, что нынешнее руководство страны отказывается снижать пенсионный возраст, объясняя это тем, что у государства нет на пенсионеров денег, и что страна приближается к пропорции, когда на одного работающего ложится содержание одного пенсионера. Они говорят о том, что слишком много пенсионеров и слишком мало работающих. Уважаемая власть, решать проблемы таким образом нельзя. Это не аргумент того, что у нас сегодня практически один к одному работающих с пенсионером. Если вы хотите решать эти проблемы, то нужно решать иначе. Развитие экономики, увеличение количества рабочих мест, стимулирование работодателей и работающих. В то же время Алла Даровна отметила, что ПДС, предлагая этот проект, взамен обещает прерогативу досрочного выхода на пенсию, что, по словам депутата, является ложью. Исходя из документа, это практически невозможно. В 2022 году пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 63 года для мужчин. Полный стаж выплат для мужчин 34 года и 33 для женщин. Чтобы добиться досрочного выхода на пенсию, полный стаж у мужчин должен быть ещё на 5 лет больше, у женщин на 3 года. Подсчитаем для женщин. 60 лет минус 18 равно 42 года, из которых остаётся 6 лет. То есть женщина, получившая высшее образование, которое тогда длилось 5 лет и которое хотя бы один год находилось в декретном отпуске, уже не может претендовать на эту пенсию. Депутат Дарованная добавила также, что нынешнее руководство страны отказалось проводить индексацию пенсии дважды в год, и таким образом пенсия будет индексироваться только в апреле, что также крайне негативно отразится на и без того плачевном финансовом состоянии пенсионеров. Также сегодня состоялся брифинг депутатов от Блока коммунистов и социалистов, на котором они обратили внимание на проблемы системы образования. Уточнив, что из-за политики финансирования школ, которая напрямую зависит от числа учеников, с 1 января в Молдове может быть закрыто около 200 школ. Чтобы получить комментарий на заявление депутатов Блока, мы звонили в пресс-службы парламента, правительства и ПДС, но на наши звонки не ответили. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова